МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Карьер вне закона. Альмитинского фермера хотят оштрафовать за добычу песка. Однако он с выводами экологов не согласен. Заведено административное дело, и пока оно идет, никаких согласований ему не давать. Во дворе одного из дворов в Альмитинске внезапно пропали все лавочки. Жители гадают, куда делись старые скамейки, когда привезут новые и привезут ли вообще. Приехали, срезали, увезли. Уборочная кампания продолжается. В Займске завершили садимой пшеницей и приступили к уборке ячменя. Несмотря на засусливый год, приличный урожай получается. Это новости Юго-Востока Татарстана. В студии Татьяна Леонтьева. Здравствуйте. Альмитинского фермера обвиняют в незаконной добыче полезных ископаемых. На арендованном участке он разработал карьер, где добывал песок. Но собственнику земли это не понравилось, и он обратился к экологам. Теперь фермеру грозит штраф почти в 2 миллиона рублей. И даже уголовная ответственность. Однако он с доводами специалистов не согласен. И уверен, закон на его стороне. Подробности истории в сюжете. Когда песочек подсыпаешь, выравниваешь и потом сюда загоняешь овец. Вот эта дренажная часть подстилки, она дренирует хорошо. И в помещении относительно сухо при этом и тепло. Но теперь за этот самый песочек фермеру Алексею Заикину придется заплатить почти 2 миллиона рублей. Вернее, не за сам песок, а за вред, который он нанес в природе при его добыче, посчитали специалисты Минэкологии. Песок по большей части используется для создания подстилки для овец. В этом помещении сейчас как раз убирают старое и готовят положить новое покрытие. Так оно будет выглядеть в конечном итоге. Это как раз тот самый песок, который, по мнению экологов, вырод незаконно. В отношении установленца было возбуждено административное расследование по части первой статьи 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данная статья предусматривает ответственность за безлицензионное пользование недрами, которое является государственной собственностью. Нарушенный участок был обследован. При помощи геодезического оборудования были сделаны замеры. В результате чего установлено, что на площади 2224 квадратных метра был нарушен земельный участок. А это тот самый карьер. Заявление специалиста министерства написал арендодатель Алексея. Сам же фермер уверен, все было по закону. Ведь полезные ископаемые он использует исключительно в своих нуждах, а не продает. А значит, лицензия на разработку карьера не нужна. Об этом сказано в 19-й статье закона о недрах. Однако, почему-то экологи считают, что ферма – это также является коммерческим проектом. И использование песка для нашей фермы, для нужд нашей фермы, является использованием этого песка для коммерческих целей. Ну и, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Однако, согласно постановлению Кабинета министров Республики Татарстан номер 171, фермер должен направить запрос о своем намерении добывать песок в Министерство экологии. Там определяют, соответствует ли участок всем требованиям. Когда карьером фермера заинтересовались экологи, он отправил запрос. Но в разработке ему отказали. Я говорю, почему? А потому что с Юго-Восточного территориального управления экологии, с вашего Альмитинского, пришла служебная записка, чтобы вам все согласования приостановить. Так как на данное лицо заведено административное дело, и пока оно идет, никаких согласований ему не давать. Алексей в своей правоте уверен. И сейчас фермер намерен отстаивать свою позицию в суде. В Зенском районе продолжается уборочная кампания. С начала месяца аграрии уже убрали с полей озимую пшеницу. Настала очередь ячменя. Земледельцы фиксируют среднюю урожайность. Елена Маврина продолжит. Уборки урожая в агроферме «Зай» аграрии приступили 8 июля. Первой была убрана озимая пшеница с показателем средней урожайности 27 центнерсгектара. Год непростой. Засухо устроило земледельцам настоящий экзамен. Осень прошлого года оказалась сухой. Посевы ушли в зиму с недостатком влаги. Дополнили картину весна и лето без дождей. 21 центнерсгектара собирают комбайнеру агрофермы «Зай» на уборке ячменя, к которому приступили сразу после площади озимой пшеницы. Все технологии исполнялись, начиная с осени, с обработки почвы, с основной обработки почвы, внесения удобрений, гербицидная обработка. Все это исполнялось. Несмотря на засусливый год, приличный урожай получается. 22 центнерсгектара. Уборка чмени облизится к финише. Убрано более 70% площадей. Основному составу комбайнеров помогает молодая смена. Уже второй год на уборке студент 4-го курса аграрного университета Денис Умнов. Работаем с утра до вечера, стараемся убирать урожай без потерь. У нас это все получается, комбайны исправные. Все отлично работаем. На родные поля молодой специалист вернется после окончания вуза. На сегодняшний день в Зайенском районе убрано более половины площадей со средней урожайностью 21,7 центнерсгектара. Елена Маврина, Денис Ипатов, Александр Тимофеев, Новости Юго-Востока. К нам в телекомпанию обратились жители дома на улице Нефтяников 35. Они сообщили, что лавочки у их дома украли. Вот уже три недели жители переживают из-за их отсутствия, потому что большая часть жильцов – пенсионеры. Куда исчезли лавочки и кто на самом деле их убрал, выясняла Рината Саидгараева. Вот такой глупый вопрос с этими скамейками. Приехали, срезали, увезли третью неделю уже, три недели. Лавочки украли. Так считают жители дома, в том числе и Вильгейм Доктер. В один день их просто не стало. Жильцы только видели, как их срезали вместе с урнами три недели назад. Они приехали, наша управляющая компания, срезали, не представили, сказали, нам сказали убрать. Вот, все. Прошло уже три недели, ни скамеек старых, ни новых. Неужели не надо было так делать, что привезите новые, срезьте старые и установите. В этом сезоне двор попал в программу благоустройства, и основные работы здесь уже завершены. Жители довольны и дорогу вокруг дома сделали, мусорные баки аккуратно стоят и даже сушилку оставили. И там все сделали, вот расширили сюда, вот под мусоркой. Прекрасно все старое, отлично. Ну, обязательно вот мед, надо ложку дегтя. Ложка дегтя – отсутствующие скамейки. Посиделки перед домом для них создавали особый уют. Тут и цветы жители сами посадили, да и пенсионеров в доме много. Они часто проводят свои будни на лавочке. Вильгельм Фридрихович несколько раз звонил в управляющую компанию. Там ему ответили, что мастер в отпуске. Больше мужчину слушать не стали. Не будете говорить? Все, вот она, не будет говорить. Вместо скамеек теперь одинокий стул у подъезда. Однако во дворе дома осталась еще одна лавочка. Ее отвоевал, осторожил дома тетя Маша, потому что эта скамейка дорога ее соседке, как память о покойном муже, который смастерил ее при жизни. Пусть никому не отдавай, память моя будет. Видите, там все железно внизу-то, сверху вот только. Мне уже 40 лет. Да, ну 40 лет. Пусть стоит память. Скамьи, конечно, не крали. Их убрали как раз во время переделок по программе «Наш двор». Но должны были заменить на новые. В итоговой схеме двора, которые находятся на официальном сайте программы, указаны четыре лавки и четыре урны. На вопрос о том, когда установят скамейки, нам ответил директор городского управления автодорог Ильсур Салемгараев. Он сообщил, что подрядчики скамейки установят в следующий понедельник. Рината Салемгараева, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока. Полицейские нашли хулиганов, которые разрисовали подъезд одного из домов Бугульмы. Ими оказались 15- и 16-летние ученики девятого класса одной из местных школ. Подростки нанесли надписи на стенах. Их родители привлекли к административной ответственности. А самих школьников поставили на учет в подразделения по делам несовершеннолетних. Инспекторы ПДН проводят с ними профилактическую работу. В видеобращения мальчики извинились за свой поступок. Все материалы передадут для принятия процессуального решения. Прошу прощения за то, что мы сделали в вашем подъезде. На свою вину мы поняли и признаем. Граждане и жители этого подъезда, простите нас за то, что мы написали. Это все. Больше такого не повторится. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте almetis.ru.ru и во всех социальных сетях. Найти сайт очень просто. Достаточно отсканировать QR-код, который вы видите на экране. Через страницы в соцсетях удобно нам написать, если вы хотите поделиться новостью, задать вопрос или рассказать о своей проблеме. По городскому телефону мы принимаем звонки со всего Юго-Востока. Номер 321888. Код города 8553. Мы продолжаем. И вот о чем расскажем во второй части выпуска. К осени все отремонтируют в Бавлах. Работы по программе «Наш двор» близятся к завершению. Спорт и развлечение без ограничений. В Альметьевске люди с инвалидностью встретились на Сабантуе. С начала года судебные приставы Альметьевска взыскали более 13 миллионов рублей долгов за коммунальные услуги. Управляющие компании посетили жильцов, долг которых превышает более 50 тысяч рублей. Рейды проводятся регулярно. Многие должники в такой ситуации сразу начинают погашать задолженность, чтобы не доводить дело до ареста имущества. За половину месяца около 50 должников оплатили услуги ЖКУ на сумму более 2 миллионов рублей. К тем, кто не платит за жилищно-коммунальные услуги, применяются принудительные меры. Так, с одного должника было списано 45 тысяч рублей. Еще у одного жителя города арестовали ноутбук и велосипед, а у другого – телевизор. А в предыдущих выпусках мы показывали вам, как у должников арестовывали автомобили. Имущество могут вернуть в случае, если долг будет погашен в течение 10 дней. В Альметьевске 29 июля некоторые дома останутся без холодной воды. Воду отключат в домах по улице Чернышевского от улицы Чапаева до проспекта Тукая. Это связано с устранением аварии на уличном водопроводе в районе улицы Чернышевского, 18. Воду отключат с 8.30 и до окончания работ. И на время, пока будут идти работы, участок дороги закроют для автомобилей. Проехать нельзя будет по улице Чернышевского от улицы Чехова до улицы Валеева. В Бавлах в рамках президентской программы «Наш двор» продолжается ремонт территорий. В нескольких работы вышли к финишам. Подробнее расскажет Айгуль Хусаенова. В этом году по программе «Наш двор» благоустроят 7 дворовых территорий. В рамках программы отремонтируют дороги и тротуары, установят скамейки, урны, опоры освещения или же отремонтируют существующие. Во дворах также предусмотрена установка безопасного детского и спортивного оборудования и многое другое. На сегодняшний день готовность дорожных работ во дворах составляет от 70 до 95%. На сегодняшний день дорожные работы ведутся у нас в шести дворах территориях. По проценту готовности составляет по улице Александра Дашева, дом 19, 19А – это у нас 95%. По улице Кушкина, дом 21, Астровского, дом 5, Кирова, дом 7 – 95%. В нескольких дворах начаты работы по монтажу детских элементов. Установлено 8 детских элементов, таких как детские игровые комплексы, это котели, игровые панели. На детской площадке расположены по улице Калинина и Чапаева, дом 21, 23. Работу по благоустройству дворовых территорий планируют завершить в октябре. Игуль Кутайнова, Эмиль Байрамов и новости Юго-Востока. За сутки 47 человек в республике заразились коронавирусом. 24 лечатся в больницах, 23 дома. Вирус подтвердился у жителей 14 районов, но и Гвостоке заболели 5 человек. Двое – это жители Сарманово. Еще по одному положительному диагнозу поставили в Альметьевске, Бавлах и Лениногорске. Полицейский Альметьевска задержали в Ставрополе 40-летнего мужчину, который подозревается в мошенничестве. В первом случае мужчина позвонил председателю местной армянской общины и представился председателем чеченской диаспоры. Рассказал, что ему нужны около 28 тысяч рублей для приобретения авиабилета. Представители диаспоры перечислили ему почти 18 тысяч рублей. Получив деньги, подозреваемый перестал выходить на связь. Во втором случае мужчина обманным путем завладел деньгами 60-летнего жителя города. Он представился брокером, обещал высокую прибыль, а затем перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. Гонки на колясках, беговые эстафеты, игра на музыкальных инструментах, занятия на спортивных тренажерах. Люди с ограничениями по здоровью показали, что для них возможно многое. А поводом собраться вместе стал Сабантуй в городском парке. Организаторы подготовили десятки спортивных площадок, мастер-классы и призы. Но самым главным подарком, как отметили гости праздника, для них стало живое общение. О Сабантуй без ограничений расскажет Катерина Машенцева. Гонка на инвалидных колясках в разгаре. Маршрут пролегает вокруг фонтана. Участникам нужно проехать змейкой, развернуться задом наперед и прибыть к финишу быстрее других. У гостей Зайнска, Радикова или Ахметова перед другими есть небольшое преимущество – необычная коляска. Легким движением руки инвалидная коляска превращается в своеобразный мотоцикл или велосипед. Только не заводить мотор, не крутить педали не нужно. Все, устал и поехал. В коляске Радик уже 24 года. Падение с крыши, неудачная операция и паралич – как приговор. Но унывать мужчине не дали друзья и родные. Сегодня пригласили участвовать в таких гонках. Отцепил, зацепил, отъехал. Вот я ее в багажник бросаю, я сюда на машине приезжаю, багажник закидываю, сюда и уехал. А к вам я приезжаю, у вас тут ездить можно куда? У нас Зайнска нет таких дорожек. Сабантуй для людей с особенностями по здоровью был ежегодным до прошлого, ограниченным во многом года из-за пандемии. И руководству города и района была поставлена задача – провести этот праздник вдвойне лучше. Сабантуй наш получил региональный статус, потому что приехали коллеги из Бавлов, они привезли свои спортивные тренажеры. Вот сейчас на сцене играет ансамбль из Казани. Люди с ограниченными возможностями здоровья, но это никак не ограничивает их. И они все, наши гости, помогают нам делать альметьцев счастливыми. Программа Сабантуй составлена так, что скучать не пришлось ни взрослым, ни детям. Работники спортивных комплексов и управления по спорту подготовили несложные, но интересные соревнования для самых маленьких. Ну а кому-то стало интересно поиграть на необычном музыкальном инструменте. Извлечь красивую мелодию из него может каждый, но не все знают, что глюкофон используют и в лечебных целях. Расслабиться, поместить инструмент в грудную клетку, взять палочки и начинать его озвучивать, то через инструмент идут определенные вибрации, которые действуют на центральные нервные окончания, и человек тем самым расслабляется. Вручая грамоты и ценные призы, Василий Самойлов сказал, что для него нет инвалидов. Есть люди, которые сами делают себя сильными и показывают свои достижения миру. Хотел бы сегодня, чтобы вы хорошо отдохнули, показали свой интеллект, спортивную силу и были победители. А они будут, это обязательно. Участники Сабантуи выбирали для себя разные активности, но все сошлись в одном. Встреча в парке стала для всех приятным событием. У нас созданы все возможности для Лафаэзона, стараются для инвалидов. В прошлом году вот не было, все соскучились друг к другу, встречаются, разговаривают, общаются. Даже новенькие члены общества инвалидов, общества слепых, глухих, они даже знакомятся друг с другом. Это для них общение, самое главное общение. Угощение от азербайджанской диаспоры стало уже доброй и любимой традицией и на этом празднике. Те, кто насладился активностями, с тарелкой вкусного плова, спешили посмотреть концерт у сцены. Катерина Машенцева, Ильнур Залятов, новости Юго-Востока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин